В 2020 году в Североказахстанской области появится коммерческий и экологический кластер лесного хозяйства и лесопереработки. Реализует проект с 2017 года местный предприниматель. Осуществлять идею планируют поэтапно. Выиграв грант фонда науки, Сермухамед Ахмудзинов приобрел инновационную технику. Это чудо-машина в микроспиливать даже самые длинные деревья. За смену до 140 кубометров. Она способна заменить сразу пять рабочих бригад. Евгений Рыбченюк новотехникой научился управлять год назад. Практику прошел в Беларуси. Механизатору с 10-летним стажем есть чем сравнивать. Главное – правильно задать программу. Намного легче. То ли ты руками все это делаешь, а здесь все это делается техникой. Ты только управляешь. Выставляется все вот на мониторе, на компьютере. А управление вот на джойстике и кнопочке. В любую погоду идет. Хоть снег, хоть дождь, хоть грязь. Местный предприниматель Сирмухамед Ахмудзинов инновационную технику приобрел за 339 миллионов тенге. Грант на покупку ему выделил фонд науки за победу в проекте по организации эко-кластера в Северном Казахстане. А вот у этого комплекса задача немного другая. Он грузит и доставляет бревна прямо на перерабатывающей предприятии. Здесь производят около 50 видов столярных изделий. Опилки используются в собственной котельной, что в разы повышает эффективность использования энергетических ресурсов. Древесные отходы также служат сырьем для производства топливных пилет. Эти гранулы – один из самых востребованных источников энергии в развитом мире. Полную мощь кластер заработает в следующем году. Здесь появятся теплицы для лиственно-хвойных деревьев, а позже заработает и новый завод. Выращивание в открытом грунте и высадка. То есть весь цикл от посадки до вырубки. Будет еще строиться угольный завод. Сегодня фундаменты залиты, вся, скажем, каркасная часть сооружения уже стоит. И буквально в мае месяце будет установка завода. Я думаю, что в июне месяце мы уже будем получать первый древесный уголь, который сегодня уже договор намерения у нас заключен. С открытием завода по производству древесного угля первым делом бизнесмен намерен обеспечить продукции отечественной, а уже затем зарубежный рынок. Стоит отметить, что такого кластера нет ни в одном регионе Казахстана. Зайра Джуакупова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24.